Дай почитать. И все они населяют различные подсусторонние царства. Авторы предлагают экскурсионный тур по самым крупным государственным образованиям мира мертвых. Разумеется, из тех мест еще никто не вернулся, но разве что за исключением таких авторитетов, как Моисей, Гомер, Иоанн Богослов, Данте Легиере, которые так или иначе пересекали границу миров. Хотя книга и объем на 400 страниц носит все же обзорный характер. Начинается с анализа общего демографического состояния загробного мира. По скромным подсчетам прирост составляет более 50 миллионов человек в год. При этом рождаемость практически отсутствует. И рост численности происходит благодаря мощной иммиграции. У читателей появилась прекрасная возможность побывать в египетском, китайском, античном загробных мирах. Посмотреть, как все устроено там у буддистов, христиан, иудаистов и индуистов. Еще раз пережить волнующие моменты путешествия Данте. Так с приходом в мир пророка Заратуштры двери в небо распахнулись для всех, независимо от пола, возраста и сословия. Заратуштра установил новый порядок перехода небесного моста Чинват. Теперь прямо на нем заседала комиссия трех – бог Митра и духи порядка и праведности. На специальных весах они взвешивали добрые мысли, слова и дела каждой души. Другие весы были предназначены для неправедных дел и мыслей. Если ты всю жизнь был на стороне деятельного добра, то отправлялся в рай к духу, премудрому армузду. Если был на стороне зла, мост сжимался до размеров лезвия, клинка и душа отправлялась в ад к охриману. А если был ни два, ни полтора, если добрые и злые дела и помыслы находились в равновесии, то отправлялся в место смешанных, где все безвкусно и пресно. А вот в IX веке царь Виштасп попросил Заратуштру показать ему место, где он будет после смерти. Тот помог, дал царю вина с беленой, путешествие состоялось. Однако самым исчерпывающим и подробным документом, оставленным Данте Альгери, побывавшим в загробном мире, стала божественная комедия. Своё путешествие великий поэт совершил в 1300 году. Ему было тогда 35 лет. Его спутником по первым двум регионам загробного мира, аду и чистилищу, стал великий римский поэт Публий Вергилий Марон. Напомню, что в своей «Энеиде» он подробно описал сошествие в Ат-Эне. К моменту знакомства с Данте Вергилий в загробном мире обжился. Всё же проведённые там 1318 лет о чём-то говорят. Итак, ад по Данте – колоссальная воронкообразная пропасть, направленная к центру земли. Первый круг ада Лимб приютил души тех, кто жил до христианского учения. Второй – здесь вершится суд. В третьем он предназначен для чьего угодников. Четвёртый – тут мучаются скупцы и расточители. Пятый – для гневных. Шестой – для еретиков и лжеучителей. Седьмой – для насильников. Восьмой – для обманщиков. Девятый – для предателей. Книга убеждает, загробный мир есть, но обсудить всякие нюансы можно только после пребывания там. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское – 65, Ленина – 103А, Луганское – 53 и Волково – 6А. До новых встреч! Дай почитать!